Наш микрорайон сегодня не узнать, говорят с гордостью местные жители. За последние годы отремонтировано более 60 многоквартирных домов. По тротуарам теперь можно ходить, не опасаясь подвернуть ногу. Перемены к лучшему отмечают и автолюбители. Правда, некоторые участки дорог опять надо ремонтировать. Совет ТОС микрорайона считает, всему виной подрядчики Кубанинерго, которые спустя рукава заделывали траншеи после замены электрических кабелей. Давайте сделаем следующим образом. Давайте на этой неделе протоколы вы собираете Кубанинерго, вы с фотографиями профотографируете. Выберите, пофотографируем, в том числе вот это, адрес, дом, конечно, адрес, местонахождение, в каком состоянии. И будем план графика или дорожную карту от них требовать, что я обязуюсь до такого-то числа завершить. Дом номер 39 на улице Макаренко в плане управления можно смело назвать показательным. Избранный домовой комитет здесь не просто следит за порядком, но и смог организовать собственников, подключить администрацию города и спонсоров для решения застарелых проблем. Такой примеру, как отсутствие детской площадки. Мы положили это за счет средств жителей дома, брусчатку и сделали бетонное покрытие, озеленение. Ну и, конечно же, без головы города у нас ничего бы не получилось, если бы не выделены были средства на строительство подпорной стены. Это еще раз говорю, там, где хочет работать, домком. И я помогаю. Замечательная площадка и хорошее решение. Это еще раз повторяю, что когда хороший домком. Во время обхода удалось решить свою проблему председателю домового комитета по адресу Макаренко 12. Кровля в этой многоэтажке течет не один год. Цена вопроса – 3 миллиона рублей. Давайте по этому дому, дом, адрес. 12, Макаренко 12. Макаренко 12. Да, даю сейчас домкому трубочку. Договариваетесь. В общем, мы должны в этом году сделать крышу. Огромное спасибо. В обязательном порядке. Иначе надо ее, ну, не позже, чем... Ну, если мы пойдем через торги, значит, не позже октября. В октябре начать надо ремонтировать. Такая позиция должна быть в каждом доме, уверен глава города. Тогда и жизнь будет быстрее меняться к лучшему. А для решения других проблем, в частности с муниципальными территориями, в помощь горожанам созданы советы ТОС. Кстати, во время сегодняшнего обхода общественники обратили внимание мэра на ряд проблем. Где-то не до конца сделанной ступеньки, тротуар, в некоторых местах пора кранировать деревья. Они мешают проходу и закрывают дорожные знаки. Глава города потребовал от своих помощников внимательнее относиться к веренным им территориям и своевременно решать возникающие проблемы. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.